Многим из вас известен такой персонаж, как Бадюк. Вы его знаете как мастера спорта по всем видам спорта. Через года полтора я стал мастером спорта. Через полтора года? Это в каком возрасте? Это я в школу еще не закончил. Это в 10-м году. Школьник и мастер спорта стал? Я был призером чемпионата ВДВ по армейскому рукопашному бою. Я по тейк-вандо чемпион Москвы. Я за шею беру и у человека ломается позвонок. Все падают. Вывели, сказали. Нельзя с такой силой участвовать в соревнованиях. Я мастера спорта на следующий сделал. Кубки не черноземья, я мастера спорта. Около 18 тренировок день. Я тебе не вру. Также знаете как ниндзю и 45-летнего вечно нестареющего персонажа. Блядь, мне 45 лет. Я сейчас выиграю соревнования по бодибилдингу. Да, кому-то вечно 16 лет, а кому-то все 45. Тут уж как повезло. Бадюк является неким символом этого канала. Именно благодаря разоблачениям про него, многие узнали про мой канал в принципе. Еще в далеком 2019-м, сидя у себя в комнатушке в общаге, я катал сценарий про этого персонажа. И даже помыслить себе тогда не мог, что выбьюсь в люди благодаря именно разоблачениям. Да, как раз таки с Бадюка и началось мое погружение в мир разоблачений. Но Бадюк настолько феноменальный персонаж, что даже сейчас разоблачение про него набирает какое-то дикое количество просмотров. Например, в прошлом году был видос, который набрал больше ляма. Что просто фантастика какая-то. Из других персонажей так может, пожалуй, только Адам Кадыров, который просто является жалкой пародией на известного ниндзю. В данном видео я постараюсь ответить на вопрос, в чем же феномен нашего сегодняшнего героя и почему люди до сих пор смотрят ролики про него. Хотя еще в далеком 2019-м мне многие говорили, да завязывай ты с этим Бадюком, он уже никому нафиг не интересен. Но как видите, до сих пор интересен и до сих пор многие зрители ждут видосы про него. Начало десятых годов это довольно уникальное время, когда интернет только развивался и не был таким, каким мы его привыкли видеть. В соцсети набирали обороты, а ютуб вообще представлял собой площадку, совершенно не похожую на то, что мы видим сейчас. Тогда блогерство только зарождалось и еще не было блогеров-разоблачителей как таковых. Так что Бадюк мог сколько угодно свистеть про свои звания, но никто это дело в принципе проверить не мог и разоблачит тоже. Да и к тому же в то время он плотно тусовался на телеке и выпустил немало передач по спорту. Веса его личности добавляло то, что он снимал многих известных спортсменов и даже ездил по всему миру и показывал различные боевые искусства. Был, например, в Японии, где обучался ломать стену. Кроме того, в тот период времени информации по тренировкам еще не так много можно было найти. Это сейчас в Инфе тупо можно утонуть и не разобраться, что к чему из-за ее изобилия. Но тогда Инфу собирали по крупицам и Бадюк делал как ролики про качалку, так и ролики про уличные тренировки. Ну и само собой выходили выпуски по боевым искусствам и в немалом таком количестве. И вот на дворе 2015 год Немагия выпускает свое знаменитое разоблачение на мастера спорта и обрушивает его репутацию буквально в самые низа. Бадюк это мастер спорта по абсолютно всем видам спорта. Миш, чуть не стошнило. Давай, завязывай, чтобы я этого больше не видел, а то буду сильно ругаться на правах старшего товарища. И человек, который раздает советы всем и вся, на правах Буру аргументирует компетентность своим возрастом. Так, как будто ему лет 150 и он познал дзен еще в 6 веке прошлой жизни, когда был царем. Так что вот так вот, ребята, это, знаете, там Бадюка можно обвинять, что он там реклама, не реклама. Ребята, мне 45 лет, я сейчас выиграю соревнования по бодибилдингу, на осень я выиграю бой. Они, по сути, задали тренд на разоблачение как формат на ютубе и тренд на разоблачение самого Бадюка. Тогда весь акцент делался на том, что его звание дут и что он любит очень хвалить себя. А с теми, кто не согласен, его поведение оставляет желать лучшего. Давайте, вот сюда люди пришли заниматься спортом. Это спокойствие. Позже вся эта движуха распространилась и на соцсети. В частности, качковские паблики ВКонтакте очень активно форсили эту тему. И там выходило немало мемов со всеми известным мастером спорта или же мастером спонтом. И вроде казалось, эта движуха должна затихнуть и вроде как даже и затихла была на время. Но вот 2019 год и известный вам мерзкий закадровый голос делает то самое первое разоблачение про Бадюка. И оно становится вирусным. Потом второе, третье, а потом знаменитый видос про 10 спортсменов, пойманных на лжи, который набрал уже несколько лямов просмотров. И, кстати, до сих пор продолжает набирать. Пять лет почти прошло с момента выхода того ролика, а люди до сих пор его смотрят. Вот вам и феномен Бадюка. Кстати, в том ролике Бадюк, естественно, на первом месте. Я не хочу себя перехваливать, но думаю, не будет преувеличением, что именно я вдохнул в эту всю движуху с Бадюком новую жизнь. Да, понятно, и блогеры, и другие были разоблачители, и они выпускали про него видосы. Тот же Пограничник, например, или Варгунин, или другие. Но, во-первых, у меня было тупо больше роликов про него, и многие из них набрали просто запредельное количество просмотров. И хайп раздулся с неведанной ранее силой. Что самое интересное, видосы от самого Бадюка не набирают столько просмотров, как мои ролики про него и ролики других разоблачителей. Это довольно частое явление в мире Ютуба, когда персонаж становится знаменит благодаря черному хайпу. Так было с Невским, так в свое время и видео про пьяного мастера обрели популярность. Ровно по такому же принципу на данный момент видосы про всеми известного вентилятора набирают просмотры. Их объединяет именно черный пиар, когда твое действие тут же разоблачается, налетает аудитория, обсуждает все это, пелятся мемы, нарезки и крылатые высказывания, как, например, Атакуйшин у того же Чурчаева. Или же мастер спорта у Бадюка. Сергей Николаевич, по каким видам спорта все-таки мастер? Выполнял, значит, по Гирин, по Тхек Ван Го, двукратный чемпион Москвы, 90-91 год. Это еще при СССР. При СССР чемпионат Москвы любой, это автоматический мастер спорта. И все, контент сам по себе крутится, и Бадюк получает тот самый черный хайп. И его феномен во многом еще в том, что персонаж реально мемный и очень и очень смешной. Я много раз встречал вживую своих зрителей, которые смотрели мои видосы на ютубе, и большинство из них говорило именно что-то в стиле «Респект за ролики про Бадюка, они очень смешные». Но тут, собственно, во многом не моя заслуга, а заслуга самого Ниндзи, который сам по себе угарный персонаж, из которого людям интересно рофлить. И фраза мастер спорта теперь ассоциируется именно с ним. А фамилия Бадюк во многом стала синонимом слова Балабол. Это довольно интересный феномен в спортивной среде, который успешно занял свою нишу. И продолжает оставаться на слуху, даже при том, что каждая собака уже знает о том, что его звания и титулы по большей части дутые. И как бы разоблачения уже не являются разоблачениями как таковыми. Скорее просто развлекательный контент, глядя, который можно нормально поднять себе настроение и поугарать в целом. Ставь этому ролику своих 45 мастеров спорта и не забывай писать, как давно ты знаешь такого персонажа как Бадюк. До новых встреч, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok